Добрый день, уважаемый председатель, эксперты, коллеги. У меня сегодня достаточно философский доклад. Нужна ли действительно лимфоденоктомия при раке почки? И этот доклад появился после посещения Зальцбурских семинаров в этом году, где я познакомилась с профессором Ван Попелем, который, по сути, занимается лечением почечноклеточного рака всю свою профессиональную жизнь. И если сегодня мы говорим о расширении показаний к выполнению резекции почки, и нефрактомии действительно нет, то лимфоденоктомия при раке почки есть или ее тоже нет? В ряде клинических исследований было продемонстрировано, что в первых работах Робсона лимфоденоктомия при нефрактомиях обеспечивает такую же общую выживаемость среди пациентов как при вовлечении почечной вены, так и при поражении регионарных лимфатических узлов. И частота выявления регионарных метастазов в этом случае достигала порядка 20%. Тем не менее, в последующих сериях исследований было показано, что это совсем не 20%, далеко нет. Во-вторых, не было продемонстрировано связи между канцероспецифической выживаемостью и выполняемой лимфоденоктомией у этих пациентов. И самое главное, остается вопрос о объеме лимфоденоктомии при выполнении как нефрактомии, так и резекциях почек. Та самая работа Робсона 1969 года, в которой было продемонстрировано, что если мы выполняем лимфоденоктомию, то она должна быть выполнена максимально широко, то есть от уровня бифуркации аорты до почек, до ножек диафрагмы, и также захватывать интераортоковальный промежуток. Кроме того, не стоит забывать о том, что может быть и псилатеральное метастазирование как в зону подвздошных сосудов, также были обнаружены лимфогенные метастазы в зону надключичных областей. В рамках работы Кейтса в 2012 году было продемонстрировано, что за промежуток почти в 15 лет отмечается сокращение выполняемых лимфоденоктомии более чем на 73%. Прежде всего, это было связано с тем, что появились работы к 1999 году, которые демонстрируют отсутствие влияния лимфоденоктомии у клинически негативных пациентов со статусом лимфатических узлов, не достигнуто канцерспецифической выживаемости. Во-вторых, появление лапароскопии в 90-х годах затормозило выполнение лимфоденоктомии за этот период. И третье основное направление – это внедрение поперечного сечения, то есть внедрение компьютерной томографии при диагностике почвенно-клеточного рака, которое позволило выявлять больше случаев локализованного рака почки и меньше случаев вовлечения клинически значимых лимфатических узлов на момент диагностики. Следующие исследования были направлены на изучение все-таки картирования и метастазирования при почвенно-клеточном раке. Было установлено, что если мы делаем нефрактомию с правой стороны, то должны удаляться параковальные и ретраковальные лимфатические узлы. В случае удаления левой почки – это все-таки приортальные и параортальные лимфатические узлы. Не стоит забывать о промежутке между аортой и нижней полой вены. Следующее исследование – это 2009 года, в котором было впервые продемонстрировано, что при отсутствии клинических лимфатических узлов частота выявления лимфогенного метастазирования – это не 20%, это всего 4%. Кроме того, чтобы выявить те самые 4%, мы в среднем должны при каждой нефрактомии и лимфоденоктомии удалить 15 лимфатических узлов, о чем также говорится в действующих рекомендациях Европейской ассоциации урологов. То самое крупное рандомизированное исследование, в котором было продемонстрировано, что если мы хотим достичь те самые 4% удаленных лимфатических узлов, мы должны в среднем выполнить на один случай выявления лимфогенного метастазирования 25 нефрактомии. При этом специфичность такой диагностики всего составляет 52%. Дальше, если обратить внимание на данные графики, то выполнение лимфоденоктомии не показало никакого преимущества ни по общей выживаемости, ни по времени до прогрессирования, ни без прогрессивной выживаемости. Соответственно, основной вывод этой части, что при отсутствии клинически увеличенных лимфатических узлов лимфоденоктомия пациентам не показана, будь то мы будем говорить про резекцию почки или нефрактомию. Дальше. При анализе произошел следующий рывок в клинических исследованиях, и было интересно найти все-таки предикторы, когда можно предсказать, что будут увеличенные клинические лимфатические узлы и будет лимфогенное метастазирование. При мультивариантном анализе в данной работе было выявлено, в нижней, к сожалению, не показывает, что при наличии более двух факторов, таких как размер опухоли, градация по фурману, саркоматоидный компонент, стадия заболевания больше Т3, и компонент некроза опухоли обуславливает появление лимфогенного метастазирования. В работе Капитанию 2013 года было показано, что одномоментно, если мы выявляем при патоморфологическом исследовании лимфатическую клетчатку, то практически в 40% случаев эти пациенты на клиническом стадировании имели увеличенные лимфатические узлы. И у 1-3 пациентов было уже на момент диагностики гематогенное метастазирование. Соответственно, в других сериях также это было подтверждено размер опухоли, стадия и градация по фурману в рамках мультивариантных анализов. При сравнении лимфогенного и гематогенного метастазирования очень интересна работа 2003 года, в которой было показано преимущество у пациентов, у которых имеется гематогенное метастазирование, то есть выявлен статус М, но при этом не выявлялся статус Н заболевания. И при добавлении иммунотерапии, которая действовала на тот момент, это 90-е годы, эти же пациенты, у которых не было лимфогенного метастазирования, имели преимущество на теме, у которых было сочетание двух компонентов. Это говорит о том, что лимфогенное метастазирование ассоциировано с системным заболеванием. И, соответственно, говорит о том, что если мы и будем выполнять лимфоденоктомию у пациентов, то это будет в статусе клиническом Н+. Далее. Перспективным направлением еще одним по поиску предикторов лимфоденоктомии является биопсия сигнальных лимфатических узлов, которая была впервые выполнена в 2003 году. Дальше была продолжена в ряде работ 2010 года, которая показывает, что абсолютно непредсказуемое лимфогенное метастазирование при почечноклеточном раке. Если обратить на данную диаграмму, то идет параллельный лимфоденный отток в абсолютно разные лимфатические узлы. При этом в серии работ, которые представлены в 2010 году, не было выявлено ни одного случая поражения лимфатических узлов, при том, что при сканировании технециям выявлялся регионарный отток и накопление контрастного препарата. По действующим рекомендациям при статусе CN+, мы действительно должны выполнять расширенную лимфоденоктомию. Все остальные случаи должны обсуждаться либо проводиться только в рамках клинических исследований, которые мы провели на базе нашего отделения. Набор пациентов был ретроспективный с 1999 по 2016 года. Если обратить внимание на характеристику пациентов, то на клиническом этапе мы не встретили ни одного пациента, у которого была стадия заболевания СИТА-3. При этом в послеоперационном стадировании появляются те 3% пациентов, у которых имела стадия заболевания ПИТА-3. При оценке выживаемости у пациентов действительно они характеризовались более худшим прогнозом, но при мультивариантном анализе размер опухоли, к сожалению, не имеют никакого прогностического значения для поражения лимфатических узлов. Далее, была оценена эффективность лимфоденоктомии у этих же пациентов. Выделены те самые 32 пациента, они были набраны проспективно для оценки эффективности лимфоденоктомии при резекциях почек. Но при этом было выявлено, что те 32 пациента, которым была выполнена лимфоденоктомия при раке почки, они были из категории СИТ-1Б и СИТ-2. При этом не было выявлено случаев СИТ-1А, у которых было увеличение клинических лимфатических узлов на момент диагностики. После операционного стадирования вообще эти пациенты полностью исчезли. И те 6 случаев лимфогенного метастазирования, которые были подтверждены, они относились к пациентам с более распространенным заболеванием, с размером опухоли более 7 см. При оценке значимости этих показателей именно лимфогенное метастазирование и стадия заболевания ПИТ-3 показали свое неблагоприятное прогностическое значение в отношении лимфогенного метастазирования. Поэтому на данный момент в отношении нефрактомии предлагаемая тактика выглядит следующим образом. То есть расширенная лимфоденоктомия в случае Н0 только по показаниям, либо в случае сочетания двух факторов, как я говорила ранее, либо если мы говорим о резекции почки, то лимфоденоктомия может выполняться у тех пациентов, у которых на момент диагностики есть уже увеличенные клинические лимфатические узлы, то есть более 10 мм по короткой оси. Ну и в заключение философский вывод, я думаю о том, что в онкоурологии сейчас мы должны остановиться на том, что мы делаем, не смотреть на часы, двигаться дальше, и перспективным направлением является изучение не в рамках ретроспективного набора, а перспективный анализ лимфоденных метастазов при резекции почки. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok